Готовность котельных и тепловых сетей в регионе к новому топительному сезону составляет 95-97%. Такие данные привел начальник департамента ЖКХ Сергей Смагин на заседании правительства. Пуск тепла в большинстве районов уже начался. Принимая во внимание погодные условия в ряде муниципальных образований, таких город Иваново, Вичуга, Верхеландиховский, Ильинский, Кенишемский, Лугский, Родниковский районы, уже начата подача тепла на объекты социальной сферы. Также на текущей неделе планируется пуск тепла в Вичуге, Тейкове, Кенишме, Пуческом районе и Заволжском районе. Пока еще мэр, но наполовину уже избранный депутат Госдумы Алексей Хохлов докладывает. Областной центр тоже начал подачу утопления к объектам соцсферы. С пуском тепла в многоквартирные дома, запланированного на следующую неделю, проблем возникнуть не должно. Заблаговременно удалось решить вопрос 42-й котельной в местечке Балино. Напомним, объект находится в собственности Минобороны и почти ежегодно подает утопление с отставанием. Мы столкнулись с проблемой подачи холодной воды на эту котельную. Причина – совхоз тепличный. Для решения вопроса было проведено подключение холодной воды от сетей предприятий «Водоканал», проходящих по территории села Новоталица. Дополнительно пришлось проложить 90 погонных метров водовода. В настоящее время подача холодной воды восстановлена. Котельная готова к отопительному сезону. Проблемы глобального толка озвучил депутат областной думы Александр Фомин. В первую очередь он отметил снижение показателей ремонта и замены сетей. В разгар отопительного сезона такая экономия может сыграть злую шутку. Тепловых сетей в 2015 году меняли 42 километра, в 2016 – 40. Ветских водопроводов в 2015 году 49, в 2016 – 30 километров. С учетом высокого износа коммунальных коммуникаций в области и снижением объема резервов материально-технических ресурсов в муниципалитетах, предназначенных для проведения ремонтно-восстановительных работ, с 20 миллионов в 2015 году до 14 миллионов в 2016 году, от муниципальных властей аварийно-ремонтных бригад потребуется усиленное внимание и контроль состояния сетей в отопительный сезон и высокая эффективность организации работ по устранению возможных аварийных ситуаций. Также докладчики уделили внимание долгам жилищно-коммунального хозяйства. Как снежный ком с каждым годом увеличивается долг населения перед поставщиками тепла. Последние недоплачивают за энергоресурсы – топочный мазут, уголь и природный газ. Я думаю, что надо продолжать политику ухода от последничества управляющей компанией при оплате за теплоснабжение. Надо переходить на прямые расчеты населения с теплоснабжающими организациями. Обросшее долгами жилищно-коммунальное хозяйство не привлекательно для инвесторов. Однако о необходимости вовлечения частных капиталов в отрасль говорят уже не первый год. Желающих пока, мягко говоря, немного. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.